У нас продолжается бурная, по крайней мере, публичная деятельность нового главы администрации. Ратмир Мавлиев периодически посещает дворы, встречается с людьми. Чем-то это напоминает предвыборные встречи кандидатов в депутаты. Скажем так, у действующих мэров в последние годы, как минимум, да и в принципе, на моей памяти, не было. Ну, ни Мустафин, ни Греков, ни Елалов до этого так, чтобы по районам специально с людьми встречаться, будучи действующим мэром, такого не было. Как вам это все? Ну, все просто. Мавлиев просто не местный, он изучает город. То есть, реально изучает? Ну, название улиц, расположение, прочее. Нет, может, уже тихонечко, как он пишет, ночью я проехал, вот ночью можно дальше ездить. Нет, он ночью искал тех, кто разметку делает. Заодно и улицу на улице. Нашел одну бригаду, может, заблудился, не знаю. Нет, я с юмором отношусь, с иронией отношусь вообще к Мавлиеву как к мэру. Я считаю, что это некая такая совсем уже фикция, которая, ну, обернется, конечно, впоследствии большими проблемами, но зато весело. Зато он катается на скутере, на велике катался, запретили, сказали, нарушаешь дорожное движение. Да, вот вчера он проехал. Он вообще безупречно проехал, да, почитал правила ГИБДД, все это. Не знаю, это было бы смешно, если бы не было так погубно, на самом деле, для города, потому что, ну, настолько человек непригоден, на самом деле, для этой должности, на мой взгляд. Не готов, условно говоря. Он вот там что-то зашел в тупик, побежал советоваться там с всякими Емалудиновыми и так далее, то есть с бывшими мэрами. Ну, это так все комично выглядит, ну, правда, я не знаю, как давать оценку, что он встречается с бабушками во дворах. То есть в 21 веке нужно иметь информацию не через с бабушками во дворах, а вот через всякие электронные видеосистемы и прочие контроли, сбор информации должен быть мгновенным. Как долго он собирается ходить по дворам, чтобы сложить себе общую картину? Ну, вот, позволю себе не согласиться, в нашем микрорайоне бабушек практически нет, там сплошная молодежь, молодые семьи с детьми с ним встречались. Нет, я утрирую, но какая разница, как долго он будет встречаться с молодыми семьями? Не знаю, да. Это же пока обойдет весь город, он же уже на пенсию выйдет. У нас очень большой город, его ногами нельзя ходить, у нас специально есть технологии, специально обученные люди, а еще у него есть администрация районов. Ну, то есть это немножко наивный какой-то, как вы правильно заметили, какой-то немножко такой предвыборный подход. То есть в конечном итоге мы приходим, что практически 90% действий, заявлений, выступлений Мавлиева, это все просто такой наивный пиар. То есть вот показать себя лучше, чем я есть, или доказать всем, что я хороший и так далее. То есть, а ты докажи, что ты умелый. А ты сделай так, чтобы не было проблем, например, Сипаилова с транспортом. Не после того, как там, значит, открыли этот парк и начал народ что-то шуметь. А вообще. Попробую парировать, да. Как бы есть позитивные, наверное, вещи, хотя бы в публичном, опять же, пространстве. Заявления, которые говорят, что слышат. Например, вроде как взяли паузу по поводу арт-объекта на центральном рынке. С тем же транспортом. Услышали, что это делают. Хотя, с другой стороны, как бы тут вопрос, да, охватает ли полномочий. Но, опять-таки, вот буквально новости поступают, что Олег Хмарин, который руководил этим направлением в администрации, в итоге меняет свою работу. То есть, выводы какие-то делаются. Не это ли как раз действие в попытках что-то изменить в лучшую сторону? Ну, действием я это назвать бы не осмелился. Думаю, что это просто суета какая-то. Ну, во-первых, идет смена команды. То есть, а для того, чтобы найти повод для замены одного чиновника на другого, ну, наверное, особых усилий не нужно. Меня, честно говоря, пугает нефтекамская диаспора в администрации города Уфы. Потому что, ну, по определению, это люди из маленького города, приехавшие в большой. То есть, это квалификационно, квалификационно. Они не пригодны, то есть, они не управляли такими сложными системами. И откуда взялась эта уверенность, что смогут? Ну, вот эту девочку, которая пирожки пекла, потом машинами торговала, ее ставят курировать всю строительную сферу Уфы. То есть, человек никогда в этой сфере не работал, но зато она там какая-то добрая, знакомая Мавлеева. А направление чуть ли не ключевое, получается. А направление, ну, оно сложное, по крайней мере. То есть, вот, понимаете, Руслан, вот вы хороший человек, а если завтра вас поставить главврачом 21-й больницы, то, скорее всего, у нас смертность возрастет. Соглашусь. Даже не потому, что вы будете злодействовать, а потому, что вы нифига не умеете управлять большой крупной клиникой. Ну, как минимум, врачи, будучи специалистами лучшими, они меня как бы вокруг пальца будут упадеть. О чем речь, да? Нет, хороший человек – это не профессия. Ну, да. Вот они никак этого понять не могут. С другой стороны, существует паранойя. У нас в чиновничной среде существует паранойя и непонимание, что хороший специалист – это благо. Даже если он не знаком лично, или он не брат, или там не сын какого-нибудь вашего знакомого. То есть, у них же вот только так. Или он не клялся в верности, например, кому-то, да? Не приносил там клятву на крови, что он будет хранить секреты, тайны и прочее, прочее. Вот эта девочка, которая пирожки пекла и машинами торговала, причем в структурах Мавлиева, я уверен, что он ей доверяет. Она наверняка надежный человек. Ну, просто так человеку не позволят машинами торговать. Да ведь? А может, действительно, как бы нет людей? Просто у нас уже третий глава администрации, и ко всем примерно одни и те же вопросы. Ну, те хотя бы местные были. Нет, людей становится все меньше. Это говорит нам и статистика, и перепись населения, и вообще. Да, кстати, об обратном говорит. Людей стало больше и в Уфе, и в республике, если верить цифрам. Нет, ну, это если посмотреть, кому мы верим, да? То есть, если Росстат, то меньше. Вот. Значит, ну да, с кадром беда. Это безусловно. То есть, ну, так или иначе, они все-таки где-то есть. Их надо искать, мотивировать. Вот как поступает республика Татарстан? Она буквально охотится за этими кадрами вообще везде вокруг. Есть понимание того, что, вот, скажем, в руководстве республики, в руководстве крупных городов, в руководстве крупных компаний государственных в Татарстане должны стоять квалифицированные кадры. На моей памяти одного очень неглупого парня здесь у нас из Башкирии, из числа руководства, он тогда был министром, очень настойчиво приглашали работать в Татарстан. Прямо вот заманивали, заманивали. И квартиру обещали. И там, значит, всякие блага обещали. Совершенно законные, прямо скажем. Ну, вот, прямо вот обещали. То есть, это речь идет о той кадровой политике, когда выбирают ни брата, ни свата, а он никакой там вообще никому был, ни родственник совсем, и ни друг даже, и ни сын. Вот. Так что нет, меня пугает ситуация с Мавлиевым, пугает кадровая политика, потому что мы вот начнем получать, когда эти результаты, вот того, что он наделал, будет уже поздно об этом говорить. Сейчас мы увидим процесс. А в каких областях, кстати говоря, эти результаты начнут ощущаться, по вашему мнению? Условно говоря, зимой снег не уберут, банально. Или у нас что-то будет швак со строительством, или разметку эту несчастную таки не нанесут к 1 июля? Ну, разметку не нанесут, конечно, к 1 июля, ну, это уже понятно. Значит, да и к 27 июня не закончат ямочный ремонт, хотя перенесли на 12 дней сроки. Проявляться это будет, есть два вида проявлений, явные и скрытые. Явные это, вот да, то, что вы сказали там, начнется спад строительства. Значит, начнется вот это инфраструктурное, значит, разрушение, то есть оно и так уже, началось, из недели в неделю увеличивается количество отключений ресурсов. Но есть еще скрытые, то есть это бюджетное наполнение, это эффективность расходования бюджета города, это бизнес-активность, которая очень четко реагирует на вменяемость, невменяемость администрации городской. И тут будут, конечно, вот эти эффекты мы получим с некоторым как бы, ну, лагом, да, то есть, возможно, там через 2, 3, 5 месяцев, то есть, вот, а некоторые получим побыстрее, вот, разметку дороги. Это да.